Продолжение следует... 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 Не имеет никакого надувки деления. В общем, это типичная картина для ремиолога. По размерам она 10 мм на 4 мм. В основном на фризисном слое очень важно понять не только откуда происходит. То есть вот здесь мы видим, что весь начинает уполщаться мощный слой, так и ценообразный. Но в другой плоскости оно в основном все лежит в сторону света. Поэтому мы, несмотря на то, что он не такой большой размер, но мы его хорошо видим в пейдоскопии. Станцию может быть троганная, когда все это неорганно, и мы практически не видим. Образование может быть достаточно большое, как бы пара диагноза прогресса. В данной ситуации это более благоприятный вариант с точки зрения, если мы говорим о над людьми, потому что любой рост сразу быстрее зафиксируем при обычном дископическом осмотре. Он будет более явно верен. Ну, на самом деле, это всегда дискутабельный вопрос. Нам для этого, говоря, что это не надо. Явных признаков стромального клюкозы я не вижу. Хотя эти признаки для взаимоперпещенных самыми не очень характерны. Братья все признаки с инфраобразованием особого смысла нет. Я имею в виду даже в годы операционных, в прямом разруке, в целом общественности нет никакого брака, ничего мы не получаем. В отличие от того, чтобы дамы-поручки, только для процедисты и зацепитесь в образование маловероятно. Поэтому мы сегодня стоим, скажем так, на неком балладе. Либо наблюдать, либо ударять. Обсуждается себя с пациентами, когда более двух сантиметров, мы сюда рекомендуем пользу удаления. В нашей осведомлении здесь нет никаких рекомендаций в этой ситуации. И вопрос именно в дискуссии, скорее, в первую очередь, как и с специалистами, так и с пациентами. Пациенты, которые, если планты на анамнез, они склонны ударять все, которые вам не любят ухо, в том числе доброкачественные, потенциально имеющие проблемы. Пациенты, которых этого нет, ну, они уже препаратно, скажем так, на это реалируют. Ну, вот, скорее говоря, у нас, мы с вами должны решить, будем ударять или нет. Еще, думаю, здесь нет чего-то такой позиции, у них есть необходимость ударить или нет. Пациент, в общем-то, с договоренностью мы с ним отступили, сказал, как вы решите, так вы их и делаете. То есть она свое согласие на это дала. Тут мы должны с вами поделиться. Как считаете, на что у нас стоит коллектив в зале? Какие мнения? Полтора сантиметра на сантиметр на сантиметре ничего. Просто напоминаю. Один на сантиметр. Сантиметр на четыре. Нет, один на четыре. А, один на скопическом. Да, здесь серебряные зубы. Мы сейчас разыскажем, что какие-то есть безусловно. Они, кстати, проигровые, корривенские, но, тем не менее, тогда все возможны. Мы в любом случае, если мы говорим о том, что образование не стоит из мышц, мы, наверное, предполагаем, что это будет 100, почти 100% от перфорации ровно. То есть мы идем в данную ситуацию, рекомендованный вариант удаления, это, наверное, резвец. А на твоей слизистую, сечем образования, с мышцей, слизистую будет являться, по сути дела, заплатно. Это, пожалуйста, вы слышите? Безусловно. Да, мы вас слышим сейчас. Ну, мне... Это Алексей Корнеев. Мне кажется, что, наверное, интересы пациентов они выше наших медицинских пациентов. Безусловно. Поэтому, как вы решите на основании своего профессионального опыта делать всяких операций, чтобы там не это лучше? Перекладывай. Ну, по самом деле, я, как правило, я, как правило, на ГВД и образование, потому что если пациент ее... Еще 10 лет? Через год он лучше едут, если не приехал. По 48-му году росту. Там прочь. У нас. Там проявляется. И, понимаете, 69 лет. В этой ситуации мы не знаем, когда она появилась в образовании. Она может у нее уже 20 лет, но мы ее не знаем. Соответственно, как бы здесь... В настоящее время приступы она никакой из себя не представляет на сегодняшний день. Если она в нашей динамике покажет явный рост, явный рост, когда вы его либо эмископически явно, там, полтора раз увеличилось, либо по суммографии, это миллиметра на три, хотя бы оно увеличилось, это уже явный рост. Тогда мы рекомендуем удаление. В противном случае у нас масса пациентов, которые ходят, периодически наблюдать, у них вообще никакой динамики роста в этих образованиях нет. В этой ситуации, конечно, само по себе оперативное мешание представляется больше близким, чем наблюдение. Коллега Леонидович, у нас вопрос. Когда ее контролируют? Через день или через два, если бежал? В два, если бежал. Вот. Вот мы, мы с вами через стол. Питер. А вопросы же есть? Да, конечно, правильно, потому что размеры более объективные будут. Высловно. Но, как я сказал, рост у нее достаточно удачный для дискармического наблюдения, у больших просвет, поэтому при росте вы увидите, динамик будет. Другое дело, что вы не уловите такие миллиметры на росте, вы увидите, когда она на литературе будет. И хорошо, если пациентам опять же, мы прокураемся на росте, да, иметь под этот материал, потому что по памяти понимаете, ну, там, вот так, подробности, протоколы побольше. Когда есть фотография, мне очень странно динамик. Без документации часто бумага где-то 13, а на 16, у меня нет, точно так. Очень длинный. Но сейчас, ладно, вот эти вещи, что мы уже не будем вырезать, и я тут, как раз на стиле, могу сказать. Я сейчас смотрю поджелудшую железу, раз уж вырезанный человек, как я в Грузии, зато знал общее сменение в Грузии, это поджелудшная железа, и ее тело ясно померяю. 15 миллиметров тела железы, да? Да. Мелькает рисунду в раку, вот это рисунду в раку, нормальный, нерасширенный, по миллиметрам. 0,8 миллиметров, но, опять-таки, можете, не знаю, насколько, как бы, через камеру передается картинка, но 0,8 миллиметров, в общем, мы достаточно хорошо видим просвет и рисунду в раку. В сторону паста сейчас смещаюсь. здесь, здесь также для пичагов менять параметры железы нету, у нас на второй поросе почки, это вот сосуды уже волосы в слизенку начинает длиться, в слизеночная вена, я слизеночная смещаюсь. Вот это у нас сюда, это прямую слизеночную вену, а вот такую тугу вполне это слизеночная вену. Можно по артерии проследить до периодного слова. и цикл вот у нас вену где у нас это салота подойдем и вот у нас появляется членов слов расширение. И дальше, вот как будут делиться, вот сейчас я туда-сюда Видите, где цена влевого корпорства – слезёночная, вправо – плечёночная артерия И вот, может быть, какая-то левая желудочная На самом деле она всегда рассказывает самая группа артерия В сравнении с плечёночной, с плечёночной, она будет видна Вот, это сейчас плечёночная артерия Можно просто следить в сторону воротной Воротная вена Есть расширный коледок, он именно в технической вязании Из желудка Но, как в замке расширен, обычно здесь коледок поймать тяжело И вот, это плотно, в плечёночная пешкей Вот так, вот, это воротная вена, слезёночная артерия Видите, сворота В плече нет Сейчас мы будем по своему договору, и на этом я это очень успеют Что посмотреть Вот, джунджерцинга Вам надо смотреть звуковицы Вот, он не исходящий Визуально я ввожу Натральный отдел Февральнику Опять-таки Февральнику То, что это называется Анатомия Для получения нормы Поскольку В этом случае там не Ближайно видеть Но Батология Костой антиологии Бывает очень сложно Сориентироваться При нетипичной анатомии Не замечательно Желчный Пузырь мы видим Извлился Сразу первое Достаточно Глубное Когда Хороший аппарат УЗИ Эндогрог Очень много слоей В одиночного пузыря То, что раньше Когда мы, скажем так, в более слабых моделях, мы, по сути, его первые встречали, а сейчас очень много. Смещаем вперед. Печень, жесткий пузырь, здесь у нас головки железы. И вот эти вот сверху, это те переливания, это просветки очки, газ слизь. Включаем дальше, так, чтобы вот мозголомка железы, а вот это просветки, на сперте пешки. Чтобы поймать здесь проходки, для того, чтобы сюда выставили заключение долго, мы введем халенов. Вот у нас халенов. Это здесь у нас, это между бородом слияния, как-то примерно, когда человек головки находит воротная мета, здесь же будет подходить слияние ручка. Дальше мы уже будем ввести пруживающим. Ну, наша удача, посмотрите саму головку железы. В любом случае, протоки всегда рассматриваются. Вот у нас на протяжении халенов. Когда удается, вообще хорошо, можно, не у каждого цвета, к сожалению, но именно на протяжении подвести ПДС, чтобы получить прородом из леса, всегда очень наглядно в случае какой-то патологии, криминальной мобилии. Вот это, это уже последовательность, что это в стенку, где-то мы можем более точнее диагонтировать, чем основная драйфия. Для гимнальной мобилии, для сосочки, в самом деле, нет. Даже, соответственно, высокого уровня, по кафтрем-морте, все-таки, по чувствительности методов, патологии, на друзей, конечно, здесь превалируют, без слов. В халене у меня 4,9. Пересомлены в право уголовки. Это полтора километра, где мы сжать. Да. Ровно здесь, конечно. Да, мы здесь, здесь совершенно, да. Детализация. Я не могу нормально посмотреть, сколько их шипречек сканировать. То есть, они уйдят для какой-то более тонкой диагностики живущей железы, в первую очередь. Для образования стихи, в первую очередь. Для, например, крупных всяких образований, для беременно-кодорации. То есть, если мы сравнили, сейчас я пытаюсь, было бы на тело залезть. Если у нас минимум, значит, то это, конечно, да. Большая, большой пласт работы – это диапазон. То есть, из таких особенностей турбокомичных участков, туда при обычной узибовой, либо пасты, либо стороны подавались. Когда, естественно, люди не верстнули, но когда сосудами забыто середине, скажем. То есть, очень часто нам приходят, посылают, в основном, по экономическим причинам, мы отправляем на пунктную через кожу, подводить на пророку дешевле, надо. Но нам, скажем так, в нашем советском УЗИ, выставляют техноцентры, которые образования небольшие, в хвосте, в горловке, то есть, например, там, в сантиметрах, рядом с крестным лаборатором, конечно, попасть было достаточно сложно. Сейчас следило, прошел тут два дня, мы позвоним перечнее сканирование горловки пуджи-железы. И вот здесь, похоже, поток уже стал нарисовываться. Сейчас мы в зоне большого набора сосочка стоим. При каком методе мы сам сосочек или место хуже, хотя вот сейчас он, ну, потому что мы ему как не сплющиваем баллоку. Сейчас попробую покажать. Вот. На самом деле, все, что я себя представляю, на графе, это вот такой гипохонимный участок. Небольшой, но размеры его 29 миллиметров на 40. Ну, все, здесь я никакой поток не вижу. У нас эти пациенты, когда заканчиваем, сказали, что мы их вводим введением. Так, похоже, мы заживаем немного печени, себя сканировали. Вот здесь какие-то гиогиевые печени. Есть. Так, похоже, мы сразу, когда есть сольное образование. Для печени это хорошо очень работает. Никогда есть сомнения, там, особенно пастазы. Это для вас, для анкета, это хлопость ткани. Если для выживающей железы, вот такие работы есть, есть успешные, но больше степен пока не стильности работы. Например, качество того, что мы получаем, это, да, там, печени или сочетовидной железы, или молочной железы. Очень хорошая методика, хорошо, соответственно, давала. Для польственного образования, когда дает тут изменение, то можно по цвету определять какие-то участки более крупные, более мягкие. Здесь, насколько я стою, сейчас не очень, не так, нажимаясь. Трофия, может быть, уже даже гортань начинается, как ощущение, вот, гордон, хэдж. Да, и плечи, главное, что ул. То есть, тут сейчас сонная, тут уже щитовидка видна, да, это, вот, это, ну, щитовидная железа. Сонная артерия, сиреноверный. Сонная артерия, сиреноверный. Сонная артерия, сиреноверный.